Вот смотрите, программа автостоп, да? В программе автостоп вы практически не видите ни одного человека, который делает машины. Почему я такое делаю? Потому что, честно говоря, я не вижу тех людей, которые могли бы мои машины сделать. И нет людей, которые бы сделали что-то внутри моей машины, потому что все, что внутри моей машины, делаю я лично, своими руками. И для этого я купил инструмент, но, к сожалению, у меня нет подъемника и нету ямы. А так хотелось бы, знаете, зимой самому все сделать. Да, у нас очень большое количество людей, которые, ну, не все работают должным уровнем. И, пожалуй, только вот Паша Базаров и Паша со стоянки, вот не помню, как фамилия его, но хотя учились мы вместе в одной и той же школе, в школе номер 33, вот они умеют машины делать. Но там цены достаточно большие, а здесь нормальные цены. И прежде чем вам было бы сделать ваш автомобиль после удара, естественно, все-таки зайдите сюда. Или не зайдите, или позвоните просто. Я телефончик укажу. Вот. Привет, человек посмотрит и вам точно скажет, сколько это будет стоить. Мало того, если у вас совсем ничего нету, лично я, допустим, своей машиной запчасти заказываю в интернете, вот, если у вас и это не получится, что вам здесь все запчасти и привезут. И поэтому, пригнав машину сюда, через некоторое время вы уедете на абсолютно новом автомобиле. И такое часто случается. Люди говорят, что машину не разобьют. Sorry, такого не бывает. Рано или поздно вам придется машину ремонтировать. Это уже мой совет человека, который ездит на автомобиле, и я уже не знаю, сколько-то лет. И вот куда заехать. Улица Сурикова, 11. Чтобы было проще. Вверх по Комсомольской до водонапорной башни. А затем по нормальному асфальту до Дрэп, Муполи, еще что-то там налево. И не доезжая у Гвазданного перекрестка, и тут вы все поймете. Машины делаются. БУ запчасти грузятся. В общем, все пыхтит. Другие не пыхтят. И поэтому показывать-то нечего. Кстати, я здесь не только крашу автомобили. Я здесь их и ремонтирую. Конечно, мне бы очень хотелось людям дать понять. Часто такое случается. Машины слегка-слегка побились. Куда люди попадают? Ну, если там небольшая царапина на бампере, на крылышке, то они в первую очередь попадают на страховку, если они к ней обратятся. Потому что зачастую ремонт такой стоит гораздо дешевле, чем вот те проценты, которые потом попадают на страховку. Поэтому проще приехать к нам и подкрасить эти кусочки. Там бывает даже в переход не целиком деталь. И все. То есть, надо им понимать, что перекраска детали, да, плюс то да все, это меньше, чем сумма, которую они заплатят за страховку. А страховка не только на этот год, она и на следующий будет. И попадать вы будете на деньги, и не маленькие. Ну да, получается, страховка, что из года в год, вот, один случай ДДП, влечет за собой увеличенный платеж страховых взносов. То есть, вот раз бабахнулся, да, и начинаешь платить? Да, получается так, что если автомобиль не один, то из-за одного такого водителя будут там и два, и три автомобиля попадать на эту страховку. Кошмар какой-то. Ну да ладно. Мы поговорили о том, что у нас люди какие-то странные ездят на дорогах, да? В остальном, что вы делаете, как вы делаете? Мы делаем кузовной ремонт любой сложности, делаем покраску кузова, ну и попутно мелкосрочные ремонты, слесарку, есть шиномонтаж. Вот такие все вещи у нас здесь есть. То есть, все достаточно просто, да? И цена вопроса не такая уж большая? Ну да, по сравнению с крупными сервисами, то есть, у нас маленький, все гораздо проще, все напрямую с мастерами, и, конечно, цена ниже. Ну, естественно, и гарантия? Гарантия, да. У нас человек, который делает, он отвечает за свою работу. Пока клиент не будет полностью доволен результатом, то есть, машину мы не отдаем, и за это никто не берет никакие деньги. Ситуация была такова, когда машин-то и не было. Каждые три года удар маленький. Каждые пять лет покрупнее. Каждые десятые машина в хлам. И каждые пятнадцать с пострадавшими. Ну, чтоб вы поняли, лохотрон за рулем к такому и приведет. А может быть, и не надо давать права тем, кого мы любим, а? Хотя права сейчас получает каждый, но не каждый делает машины. А здесь они и делаются. Чтоб было понятно, да, почему я показываю этот сервис. Дело в чем заключается? У меня много машин. Естественно, рано или поздно что-то случается, где-то косички. И куда я машину свою тащу? Я тащу машину сюда, на Суриково-11. Мне говорят, почему ты сюда тащишь? Здесь же не где-то такого красоты и всего остального. Я говорю, да мне без разницы, красота, не красота. Здесь машины делаются. И делаются все мои машины. И Nissan, и Rincolne, и Ford, и Mercedes. Все делается здесь. Здесь еще Nissan Skyline мой делается. То есть надо понимать, кого я выбираю. А я выбираю вот этот вот замечательный гараж. Как сюда доехать? Вообще не сложно. Суриково-11. И вы посмотрите, вот это место. Это все то, что раздолбано от ваших автомобилей. Дело в чем заключается? Иногда такое приезжает, что машина в никаком состоянии. Естественно, все это делается, переделывается. Колеса вставляются, двери вставляются. А уже потом вот это все дело на металлолом. То есть понятно, да? Это был металлолом от ваших автомобилей. И теперь вы должны понять, что вот из-за этого металлолома сколько машин здесь производится. И хватает. Поэтому если у вас есть немножко серого вещества в голове, надо подумать, к кому ехать. Лично я рекомендую это место. Лично я рекомендую это место.